Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс, в сегодняшней серии по трейнси ворлд 3 мы познакомимся с некоторыми системами безопасности и управления на немецких железных дорогах, а также познакомимся со скоростной электричкой БР-403. Поехали! Добрый день! Айс-3, направляющийся в Фульду, скоро прибудет. Ваша задача принять управление и выполнить оставшуюся часть поездки. Такая задача у нас на сегодня, но пока мы ждем нашу электричку, я вам немножко расскажу про какие системы мы будем сегодня говорить, почему я сказал вначале некоторые, потому что здесь есть 4 системы, и одна из которых, на мой взгляд, не совсем легкая, да, может быть для новичков, и на самом деле она мешает при управлении скоростными поездами. Я вам все подробнее расскажу сейчас по ходу дела. Вот прибывает наша электричка. Это Айс-3. Айс-3 бывают также разные, то есть БР-403, БР-406 и возможно еще какие-то, поэтому сегодня мы именно поедем на БР-403. Но они вроде с виду одинаковые. И все они относятся, естественно, к классу Айс-3. Про них мы тоже, я думаю, сегодня почитаем. Прибывает наша электричка. Сейчас мы в нее грузимся и продолжаем движение. Меняем машиниста. Так, ну, конечно, мы сейчас с вами посмотрим салончик. Ну, естественно, это уже новейшие электрички, да. Это уже с 2000-х годов они пошли, поэтому, естественно, в салоне здесь просто, сами видите, шикарно. Очень шикарно. Ничего лишнего, в принципе, нету. Туалетики для сумок. Толики на некоторых местах. Ну, в принципе, и все. Ничего такого особого здесь нет. Привет. Да, здесь, конечно же, есть разные классы вагонов, но я думаю, мы не будем на этом заострять внимание. Заострим внимание именно на системах сегодня. Заходим в кабинет наш, закрываем дверь, присаживаемся. Так, установите реверсивную рукоятку. Естественно, запуск локомотива я уже... Тут даже в обучении, знакомства с BR-403, нету запуска именно локомотива. То есть поднятие... Поднятие такого приемника, замыкание главного выключателя. И также здесь у нас есть еще вот такая вот тумбочка, в которой есть некоторые тумблеры. И также там есть включение аккумулятора. Так, ставим положение реверсивный. Так, что насчет систем, народ? Управление дверями. В положение закрыть все. Закрыть все. Закрыть все у нас будет вот здесь. Все, мы все двери закрываем. Есть контакт. Все, установите переключатель с BROST-PZB. PZB это система, народ, которую мы рассмотрим в отдельном видео. Я думаю, скорее всего на Талленте, потому что у него скорость, в принципе, небольшая, до 160. И система PZB используется в основном до 160 км в час. То есть, если ты набираешь то больше 160-165, то система PZB начинает моргать различными индикаторами, что нельзя больше ехать. И мы вынуждены тормозить. Так как у нас электричка скоростная развивает до 300, даже более, если при испытаниях километров в час, систему PZB с вами мы просто отключаем. Вот здесь отключается эта система. Она нам просто будет здесь мешать. Так, хорошо. Сбрасываем сброс PZB. Добавить немного тяги. Начинаем свое движение. Конечно же, у нас, вы видите, погодка, при которой мы редко ездим. И нам придется включить дворник. Я включу его на прерывистую работу и добавлю немного скорости. Ну, давайте до 6 примерно. Вот. Все, отлично. Мы отправляемся. Первая система, это уже непосредственно система электрички, называется SIFO. Это система контроля бдительности, то есть будильник, чтобы вы не засыпали по дороге. Включается она также вот здесь. Мы включаем ее. И у нас появился, видите, на панели кружочек. Эта система каждые 30 секунд подает вам сигнал, и вы должны его сбросить. То есть, чтобы вы не уснули. Сначала загорается желтый индикатор. Если мы увидим здесь, я думаю, мы тоже его увидим. Загорается желтый индикатор. И в это время, если мы не сбрасываем, потом, вот, видите, загорелся желтый индикатор. Мы нажимаем Q. То есть, сброс SIFO, и каждые 30 секунд нам придется это делать, чтобы, типа, не уснуть. Вот такая системка. Но она, на самом деле, очень мешает, и навряд ли я не усну, сидя за компьютером. Нет, в реальной жизни, может, она, конечно, очень помогает. Ну, я не знаю, нужна ли она нам сейчас. Я, наверное, ее позже немного отключу. Но, когда все вместе системы, там, PZB, LZB и SIFO, это вообще, короче, жесть. Так, ну, в общем, вы поняли, да? Система SIFO, это просто контролирует вас, чтобы вы не уснули по дороге. И все время были бдительны, смотрели светофоры и тому подобное. Вот мы уже едем сколько, что-то она еще не сработала. Должен скоро загореться. Вот, видите, загорелся индикатор. Если мы не успеваем, у нас начинается голосовое оповещание. Я отключаю эту систему, потому что она только мешает. На самом деле, ну, по крайней мере, мне мешает очень. Далее, народ. Вот, вторая система, это AFB. AFB, это контроль скорости и торможения. В общем, по-простому, так, забыли включить мы огни. Давайте включим поярче, чтобы мы что-то видели в тоннеле. Это система, проще говоря, круиз-контроль. То есть, чтобы ее включить в этом локомотиве, мы должны с вами обратиться к вот этому мониторчику. Здесь есть AFB, видите, под девяткой. Нажимаем девятку и здесь уже выбираем шестерочку. То есть, в Sol пригибы какой-то, не знаю, как правильно читается. Нажимаем шестерочку и, как вы видите, у нас сразу появляется вот такой индикатор, который мы должны увеличить, чтобы он не тормозил. То есть, это круиз-контроль. Такая же ватва, по-моему, на BR-143, по-моему, тоже есть на электричке. Так, включим здесь тоже свет у нас. Вот. В общем, круиз-контроль AFB. И система. Мы здесь задаем нужную нам скорость. Так. Ставим на максималку наш газ. Все. И у нас автоматически регулируется скорость. То есть, надо, если ниже 140, да, мы делаем так. И он автоматически начинает тормозить до нужной нам скорости. В принципе, я думаю... Так, это нам сигнал светофора какой-то был. Да, вот. В общем, вот такая вот штука. Мы сейчас делаем до этого. Так. И, как вы видите, у нас загорелся индикатор умлаут сбоку на панели. Это обозначает, что мы вошли в зону контроля LZB. LZB это система безопасности именно на самой железной дороге контроля торможения, скорости и торможения. То есть, как она работает. Блин, вот сложно, конечно, объяснять все. Эта система работает на скоростях от 160 км в час. То есть, железная дорога, сам весь путь поделен на... Давайте я дам немножко меньше газку, чтобы я успел вам объяснить. А то мы сейчас приедем, и я ничего не успею. Вот. Давайте даже немножко меньше. Потом мы поставим систему. Эта система разделяет весь путь конкретный, да, участок дороги на некоторые участки. То есть, это светофоры, да. Участок там по 3 км, например, разделяет. И эта система контролирует вашу скорость. Так, видите, здесь один светофорчик. То есть, следующий светофор может быть желтым, поэтому нам моргает. Вот. Контролирует вашу скорость. И так как на больших скоростях тормозной путь очень большой, эта система сама подбирает, где локомотив должен поезд начать притормаживать, да, чтобы не зайти на участок, на котором также едет поезд. То есть, контролирует дистанцию между поездами, да. Если какой-то участок занят, то ваш поезд начнет притормаживать, чтобы перед ним поезд уехал вперед. В общем, эта система полностью автомат. То есть, вам ничего не надо делать, если вы едете по участку с контролем LZB, вы просто сидите, ну, чтобы не было скучно, вы можете включить сифа, чтобы что-то нажимать. Давайте сейчас ее включим. То есть, система LZB у нас уже включена. Автоматически здесь нормальный режим. И мы просто делаем все на фулл. И эта система, смотрите, сама установила AFB в нужное место. Сама сейчас подберет скорость, которая есть, которая нужна. И потом, в последующем движении, я уже, блин, сам не знаю, что говорю. Дальше при движении она будет контролировать нашу скорость, где нужно будет притормаживать, где не нужно будет ускорять. В общем, будем сейчас наблюдать за этим. Посмотрите, я установил на фулл все, да. И система уже LZB сама подобрала нам скорость, которая нужна. Вот эти сигнальчики, вот. Вот этот сигнальчик, я так понимаю, когда горит один зелененький, значит, возможно, если мы будем ехать, например, сильно быстро, следующий светофор будет желтым. Ну, потом там еще есть негорящие светофоры, то есть, если светофор... Так, в системе LZB возникла проблема с передачей дайных. Вам необходимо воспользоваться указанным органом управления, чтобы подтвердить предупреждение и выполнить сброс системы. Нам надо сброс ПЗБ сделать. Все. Теперь вы отключили Ctrl-LZB и можете продолжать движение. Внимательно следите за путевыми сигналами на протяжении оставшейся части поездки. Вот сейчас нам надо следить за светофорами. Посмотрите, у нас начало автоматически понижать скорость. Это уже не LZB, это понижается именно AFB, который мы сейчас отключим. Так, чтобы не понижалась особо скорость. Отключаем AFB. Все, и передергиваем затвор. Да, буквочка G обозначает, что нам надо народ притормаживать. Если начинает, загорается буква G, то система LZB сама тормозит. Подождите, а что я отключил? Я отключил, ничего я не отключил. Надо было не отключать. Она сама тормозит, что нам надо. Почему на нас тормозит, я не понимаю. Вот смотрите, включилась система RGB. Я не понимаю, почему она не RGB, а PZB. Я не понимаю, почему она включается. Ну вот, нам теперь придется остановиться. Все, мы сбросили PZB. И в принципе, мы должны сейчас продолжить движение. Вот здесь на самом деле... Все, отключаем. Продолжаем движение. Но вот здесь на самом деле непонятно, почему включается система PZB. Все, поехали дальше. Сейчас должны начать движение. Что-то у нас нифига не фурычит. Ха-ха-ха-ха. Ну, почему мы не включаемся. PZB отключено. Почему оно включилось в тот момент, когда мы... А, подождите. Может, надо переподключить вот эту систему. В общем, на самом деле, если здесь играть без дополнительной панели, вот, которая виртуальная, это, наверное, жесть. Я не понимаю, почему мы не едем. Все, поехали. Сами видите, да, что происходит. Я не понимаю, чего я наклацал. Почему PZB подключилось. Нам, короче, надо было сбрасывать PZB. Чтобы дальше все было нормально. У нас горит буква B. Значит, здесь мы не можем управлять. Это у нас ручное управление. LZB у нас включено в нормальном режиме. Ну, видите, у нас произошел сбой в системе. Так, здесь мы сейчас включим. Обратно. И поставим нужную нам скорость. Все, поехали. Пока горит буква B, мы не можем пользоваться системой LZB. То есть, сейчас мы будем ехать в твоем режиме. На самом деле, народ... Когда вот этот сбой происходит, вообще непонятно, что делать. По сути, ты сбрасываешь AFB. Вообще, лучше его сразу отключить. У тебя загорается вот этот тумблер. Тебе надо сброс PZB сделать. Только я не знаю, как PZB к LZB относятся вообще. Не PZB, ZB. Короче, система, я вам говорю, жесть. Вот почему сейчас LZB не работает? Произошел сбой. Но она же должна заработать, правильно? Все, мы сбросили. Все сброшено. Едем в нормальном режиме. Но нам надо сейчас уже самим смотреть на светофоры. Есть обучение... В этом, как там его называют? Короче, в обучении есть, как пользоваться системой LZB. И также есть обучение SIF. Системы PZB в обучение не добавили, потому что, ну там, такой замес. Поэтому я эту систему оставил на отдельное видео. Потому что, как я вам и сказал, больше 165 на системе PZB вы не разгонитесь. Вот так вот. Я не понимаю. У нас LZB включена. И она сейчас должна быть... Она сейчас должна работать. Нет. Буква B горит. Не можем мы сейчас ей пользоваться. Произошел какой-то сбой. И мы летим пока что чисто на AFB. На круиз-контроле. Да, народ. Также можно... Вот это стекло сзади. Плохо, что здесь... Его как-то можно затемнить. Кондиционер кабины. Где-то есть кнопка затемнения стекла. Сифа мы не будем включать. Мы ее потом поищем. Открыть вот это я не знаю, что такое. Это сцепки вообще, это не то. Так, и нам надо смотреть. Здесь все понятно. Все понятно. Я уже пропустил. Я уже пропустил. Видите, один светофор где-то. Немножко превысили мы. Ну ладно. Но у нас тут же 250 сейчас будет. Вот такая системка. Уже 250. Можно добавить. Можно добавить. Да, система вообще отключилась. Так, смотрите. Подключилась система ПЗБ. Мы ее сейчас опять-таки... В принципе, она у нас сама активировалась. Мы делаем вот так. Все. И мы сейчас едем. Мы, я думаю, можем пока почитать сейчас. Что у нас происходит про сам локомотив. Так. Вот такой аппаратик. Скорость, конечно, бешеная. Здесь у нас вроде бы все нормально пока что. Но едем, едем. Пока у нас автоматический режим. Я думаю, мы... Можем что-то... И прочитать. Класс 403 является высокоскоростным вариантом... Дойч Бан, который принадлежит к Айс-3. То есть, как я вам и говорил. БР-403, БР-406 принадлежат обе классу Айс-3. Так. В отличие от родственных серий 406 и 407, вот еще БР, он может работать только с одной системой. И поэтому работает только в Германии. И на соседней пазельской станции СББ. В общем, БР-403 это одни из первых из серии Айс-3. И он может работать только с одной системой. Это немецкой, да. И не может работать там с какими-нибудь американскими. Там у них тоже свои системы. Например, система СИФА. Это немецкая. Система АЛЕРТС. Это американская. А система... А вот британскую систему я не назову. Я думаю, мы потом это тоже все рассмотрим. То есть, это все одно и то же контроль бдительности. Просто в разных странах. Так, далее. 50 составных единиц. Каждая длиной 200 метров. Состоят из 8 вагонов. И используются в пассажирских поездах с июля 2000 года. При утвержденной максимальной скорости 330 км в час электропоезда в штатном режиме могут развивать скорость до 300. То есть, максимальная скорость при испытаниях была 330 км в час. А ездят с пассажирами они до 300. Понятно. Поезда получили обозначение класса 403. От бывшего Deutsch-Bundersbahn. Которые с тех пор были выведены из эксплуатации. 403 электро... А вот тут непонятно. Ладно, варианты. Серия 403 была заказана как часть концепции Ice 3. Водившийся в эксплуатацию с 1994 года. Он состоит из двух серий, которые немного отличаются друг от друга с точки зрения технологии и дизайна салона. Первая серия, состоящая из 37 поездов, была построена в период с 2000 по 2001 год. Вторая серия, состоящая из 13 единиц, была поставлена для пополнения парка 2005 по 2006 год. Короче, за год на штамповали их там 50 штук. Так, вот, смотрите. Когда загорается... В системе LBZ произошел сбой, поэтому теперь невозможно использовать ее для управления. Мы должны остановить поезд на ближайшем боковом пути и отключить систему вручную. Я понял. Смотрите, когда загорается... Все, мы скинули. Отлично, все. Пока еще система работает. О, ясно, понятно. Stay room, stay room. Так, нам надо опять устранять сбой. AFB мы отключаем. Сейчас. Опять-таки, да? Смотрите, мы отключили AFB, но у нас все равно... Нам надо почему-то тормозить. 4 километра до остановки у нас осталось. Скорость пока мы уже не скидываем, но нам желательно ее скинуть. Я смотрю, да? Да. Когда горит просто буква G при использовании системы LZB, поезд сам начинает тормозить. Если она начинает моргать, то это говорит о том, что типа он не успевает тормозить и ему надо чем-то почему-то помочь. Я торможу. Да торможу. Вот, смотрите, опять включилась система. Здесь 10 километров горит, да, получается? Ну, мы скидываем, скидываем. Все, отлично. Отпускаем тормоза. Вроде мы справились. На самом деле, я не понимаю, что тут происходит. Вот эти все сигналы начинают моргать. Ты просто сделаешь сброс. EZB и вот это все прекращается. Все, мы можем добавить. Нам надо остановиться через 2,6 километра. Пока что максималка здесь такая у нас. Большая. Мы можем сейчас вручную управлять поездом. Мы все скинули. Вот это такой сценарий, видите, здесь со сбоями. На самом деле, это очень жестко. Так, и вот здесь написано. Шекхерт какой-то, да? Вот так вот, народ. Система... Короче, ребят, система PZB, это тоже система контроля. Такая же, как и LBZ, но не автоматическая. Это все делает машинист. И там, короче, такая долбежка. Она тебе только... Выносит мозги. Мы ее обязательно рассмотрим в следующем. Я думаю, в следующем видео. Я ее еще немножко лучше изучу. Потому что там разные... Для разных поездов разные режимы. Поэтому, народ... Немного притормаживаем. Это я не знаю, что. Я так и не понял, что это. Километром 200 у нас осталось. В общем, здесь, если использовать еще систему PZB, то ты потом, вот после этой остановки, ты не сможешь ехать больше 160, потому что, опять-таки, срабатывает фигня. А вот на этом пути мы должны остановиться, чтобы... Отключилась система LZB. Я понимаю, что я, может, много чего-то говорю. Да вроде все понятно. Но непросто это все объяснить. На самом деле, когда ты в этом полный нубяра, сам ей... Ну, если бы я работал, да, с этим, я бы, конечно, может, как-то и попроще. Но проще уже некуда. Как я и говорил, да, просто система LZB, это полный автопилот. Можно сказать и так. Все, тормозим, что это я еду. Ну, нормально, мы нормально попадаем. Серединкой примерно, видите. Это хорошо. Звучок такой приятный, да, у него? Так, теперь, когда поезд остановился, мы можем отключить систему LZB. Направляйтесь к указанному щитку и выполните отключение, да. Мы ее еще, кстати, не отключали. Вот. К сожалению, так получилось, народ, что в этом сценарии... Хорошая работа. Теперь система LZB отключена. С этого момента поезд находится под контролем системы PZB, которую мы тоже отключили. Продолжайте движение, когда будете готовы. PZB мы тоже отключили, потому что, ну, никак. Мы тогда никак не уложимся. Все, мы с вами лучше активируем дальше систему FB. Да, это круиз-контрольчики. Будем следить за светофорами. Так, это хорошо. Мы сначала включим эту систему. Так. AFB, AFB, AFB. Даем вот столько. И начинаем, в принципе, это движение. На самом деле, если следить за светофорами, я не знаю, зачем система PZB... Вот если отключить интерфейс виртуальный, возможно, будет неудобно, потому что в виртуальном интерфейсе ты видишь свои светофоры, да, в правом верхнем углу, какое-то ограничение, через сколько метров. Система PZB это все показывает просто индикаторами. Тебе не обязательно смотреть. Ну, потому что ты в реале не видишь-то ограничений, правильно? И система PZB тебе это указывает все именно индикаторами. Да, очень интересно. На самом деле, я отсняв 35 серий, ничего этого не знал. Это еще с первого Трэнтим Волды. Очень интересно, конечно. Но, если честно, пришлось немножко мозги поднапречь, изучая эту всю систему. И то, вы представьте, как эта система, если все три включены, и это все надо контролировать. На самом деле, для новичка, прямо говорится, не помню в каком руководстве, что изучать лучше системы по одной. Потому что, если изучать PZB и LZB сразу, это просто выкипание мозга, и навряд ли что-то у тебя со старта получится. Я вот в этом рейсе ехал. У меня две системы работают. Я не доехал 700 метров, и просто... То ли это был баг, локомотив встал перед вокзалом, все пищит. Я отключил аккумуляторы, сделал сбросы, обход PZB. Короче, что я только не делал, локомотив просто тупо стоял, и все. Нифига не происходило. Вот такие дела, народ. Все. Мы включили круиз-контроль, только теперь нам надо быть внимательными на светофорах, и изменять вовремя скорость. Так, да. Я еще вам забыл сказать, народ. На самом деле, на LZB еще есть один датчик, который находится вот здесь. Здесь у нас сейчас мощность двигателя. нашего. А еще есть... Здесь появляется полоска, которая показывает расстояние до какого-то следующего изменения. Я на самом деле не понимаю какого. Вот не понял, как она работает. То есть показывает какое-то расстояние до какого-то следующего изменения. Даже в обучении это как-то не особо указано. Смотрите, у нас скоро через 3,3 километра ограничение будет. Сейчас нам надо будет поменять. Ну, я думаю, 2 километра мы проедем еще. Блин, скорость просто зверь, посмотрите. Наверное, очень очково на таких ездить. Я бы, наверное, очканул. Так, километры 9. Давайте понижать скорость до 200. Так, я думаю, за это время он успеет тормознуть. Да, но по-другому мы никак не затормозим. Километр у нас осталось. Примерно за километр... Нет, не успеет. Ну, чуть-чуть превысим. Чуть-чуть превысим, ничего бывает. Так, первая серия, как мы и прочитали, из 37 поездов для внутренних перевозок регулярно обслуживается Deutsche Bahn с 2000 года под названием Ice 3. На момент доставки в поездах... Так, через 1,3 километра у нас будет опять... 250. Можно сразу добавить, я думаю, чтобы мы быстрее доехали. Ну, сейчас он переключится, и мы добавим, да? Вот наш светофорчик. Все вроде зелененькое. На момент доставки в поездах было 141 место в трех вагонах первого класса и 250 мест в четырех вагонах второго класса. Как я его говорил, да, здесь есть вагоны разных классов. Все. Можно добавлять нам скорость круиз-контроля. А, через 3 километра опять будет 200. Я думаю, народу, наверное, не стоит. Давайте мы дадим 210 сейчас. Даже 220. А через километр где-то... Потому что пока мы сейчас разгонимся до 240, до 250, у нас уже будет бесполезно. Все. Сейчас мы 220. Где-то на полтора километра мы включим 200. А когда ты едешь с включенной системой LZB, естественно, это все делается автоматом. Скидывается скорость. Если надо, локомотив даже останавливает, чтобы не попасть на занятый участок. В общем, также есть обучение. Можете смотреть его. Но в обучении, на самом деле, много текста. И есть некоторые непонятные моменты. Поэтому я не стал его проходить. Так, и вот, видите, иногда приходится скидывать... Так, 250 опять. Ну что это такое? Так, давайте дождемся следующего светофора. Все, давайте ставим пока что 250. Даже 240. Не будем 250 ехать. Так, преобразование, которое произошло в 2002 году, увеличило количество мест во втором классе и уменьшило количество мест в первом классе. Короче, после некоторых реконструкций, да, появилось больше мест во втором классе, меньше в первом. Наверное, ездило все-таки больше вторым классом. Вторая серия. В середине января 2001 года была подписана декларация о намерениях приобрести дополнительные 13 поездов Айс-3. В рамках двухмиллиардной программы модернизации парка дальнего следования планировалась закупка 13 поездов для внутреннего сообщения. Двумя годами ранее ДБ объявило, что хочет закупить еще 50 Айс-3. Поезда должны были использоваться на новой линии Кёльн-Рейн-Мейн 2004 года. Так, смотрим обязательно светофоры. В начале 2001 года производитель новых поездов еще не был известен. Назначение последовало в 2002 году. Вот так. Ну, конечно, такие машины построили. Очень круто. В принципе, мы можем дать и 250. Поддаем газку. Так, далее. Осенью 2005 года компания ДБ отказалась принимать уже одобренные Федеральным управлением железных дорог автопоезда второй серии. Список из 30 дефектов не был удовлетворительно обработан производителем. Короче, где-то они там поднакосячили, получили дефекты и не поработали над ними. Так получается. ДБ Эльжи пригрозило не запускать предстоящую переоборудование пяти поездов Айс-3М для движения во Франции, если дефекты не будут устранены. Поезда, которые перечислены как несколько единиц с 351 по 363, были, наконец, доставлены в период с ноября 2005 по начало 2006 года. Так, смотрим светофоры, народ. У нас уже 12 километров осталось. Внешние поезда такие же, как поезда, находящиеся в эксплуатации с 2000 года. В частности, были внесены некоторые изменения. Например, треугольные блоки кондиционера на концах автопоезда заменили более плоскими и обтекаемыми. Короче, самая разнительная разница внутри заключается в вагоне второго класса между зоной первого класса. В борт... А, там поставили ресторан. Вот так. Вот так, короче. С полностью функциональными тормозами составные блоки имеют 189% торможения. Или 154% торможения R. Тут, короче, какое-то торможение R плюс WB. Ну, это какие-то системы, я не знаю. Первоначально к 2015... Опа! 220, народ, у нас ограничения. Блин, ну, видите, я хоть и рассказал вам про какие-то системы, но LZB в этом сценарии, к сожалению, больше не используется. Так бы мы просто ехали, читали, ничего не делали. Но интересно, да, поработали со сбоями. Так, скидываем на 220. Я думаю, за 2 километра мы тормознём на 220. Да, всё нормально. Полтора километра, зелёный пока что. Всё, скидываем скоростушку. Так... Это всё ерунда. С января 2017 года электропоезд 323 Schaffhausen оснащён ETCS в качестве испытательного поезда. В тюрьме 2017 года он использовался для тест-драйвов ETCS на высокоскоростной линии Erfurt-Leypzig. По состоянию на декабрь... Так, у нас 3,7 километра, народ. Я вообще выключаю СИФУ. А, Эйфи-Би. Всё, и мы начинаем сейчас торможение, потому что за 3 километра мы можем и не притормозить. Да, нужно нам... Вы видите, здесь дорога, которая... ...через проезд... Проезд через станции, в общем, не всегда ограничивается. Вот там на столбе была восьмёрка. Она тоже что-то... Она, по-моему, обозначает при использовании системы... Ну, это я потом вам, наверное, расскажу. Так, всё, до сотки тормозим. Видите, я не успеваю нифига. Так. И вообще непонятно, что тут... Всё, если мы не успеем тормознуть... Надо было раньше начинать. Это будет жесть. Да, народ, всё, мы не успеваем. Интенсивное торможение беру. Я надеюсь, за 700 метров мы тормознём нормально. Это экстренное торможение, я так понимаю. Чуть успели. Чуть успели, блин, офигеть. Ну, главное, что тормозим. Я думал, всё. Мы сейчас проедем. Кстати, в этой игре нету сохранений, как... Как в Train Team World 2, да? Что мы можем нажать Escape. Сохраниться. Если что, перезагрузиться. Но здесь такого, к сожалению, блин, нет. Можно всё жёстко похерить. Прибываем на станции Эйкумы. Там просто впереди красный светофор. Да, конечно, непонятная здесь ситуация со стрелками. Потому что... Когда стрел... Ты начинаешь скакать по стрелкам. Резко меняется вообще ограничение скорости. И... Его знает, что делать. Так, приехали. Открыть двери справа. Ну, в общем, я надеюсь, вам было понятно. Что-то по системам. И если что-то, конечно, вообще вам непонятно. Я объяснил. Подавайте вопросы, конечно же, в комментариях. Вот такой рейсик у нас вышел. Я не знаю. Если, конечно, будет желание. Можно заснять отдельно видео по LZB. Да, вот если мы будем ещё в будущем ездить на... В принципе, можно прокатиться на BL-406. Там нормальный рейсик проехать именно чисто по системе LZB. Я подыщу такой рейс. Ну, а в следующем видео мы познакомимся с системой PZB. Там жесть. На самом деле. Спасибо огромное за внимание. Надеюсь, вам понравился наш рейсик. Хоть здесь... Некоторые моменты даже и мне непонятны, на самом деле. Не забывайте оставлять комментарии. Подписывайтесь на канал. Прожмите колокольчик. Также выступайте в мою группу ВК. Подписывайтесь на Петрова. И до встречи на следующем рейсе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok